Психотерапия Традиционно наша программа Мы начинаем с вопроса А что вы нам принесли? Есть в психотерапии Много разных направлений Одно из направлений, которое мне очень нравится Которым я учусь, которым я пользуюсь Психодрама Один из терминов психодрамы Это понятие встречи Это понятие ввел ее создатель Марино И звучит оно как формула 1 плюс 1 равно 3 У нас все сошлось Отлично Когда я встречаюсь с кем-то То мы можем просто повстречаться Пообщаться и разольтись Но иногда Особенно если я могу посмотреть на человека Его глазами А он может посмотреть на меня Моими глазами Благодаря чему? Благодаря тому, что мы учимся этому Смотреть на другого человека его глазами Это непросто Но тогда между нами может что-то возникнуть Что-то такое творческое Поэтому я вам Я вот долго искал сегодня Какую-то силовую встречу Я его вот в таком виде нашел Может быть он не очень Точно соответствует представлению Марино Но сегодня он вполне Выглядит вот так Батюшки, да какая красота Как это мило Каждый из них по отдельности Это фигурка Женская, мужская Одна белая, одна черная Но если они Прочувствуют друг друга То это превращается в какой-то танец А танец это уже творчество Да, я надеюсь, что Спасибо большое Коробочку я тоже заберу Пожалуйста Наша с вами встреча сегодня Даст результат Прекрасное творчество Да Ну и по традиции Мы в начале программы Каждый просим нашего гостя Что-нибудь по своей специфике По специализации Что-нибудь эдакое Учудить нам здесь Поэтому Я понимаю, что вам будет сложно Но тем не менее Можете ли вы нам с Лидой Валентиной Поставить диагноз Вот так вот осмотреть На вскидку Любой диагноз Который вы считаете Необходимым поставить Мы не обидимся Мы не обидимся Можно честно Можно честно Да Нет Да Вам диагноз нужен зачем? Любопытно Любопытно Что вы будете с ним делать? Жить Я буду с ним жить Я, кстати, тоже постараюсь Пережить этот момент Жить с диагнозом Лучше хотя бы с котом У меня аллергия Лучше с бритым котом Лучше быть в бружок Вооружен, значит, это самое А вы хотите вооружиться? Конечно Что вы? И вот у нас с вами началась психотерапия Опа-ча Ховочки Ну что ж Бесплатно Уже заработала Получили сеансы Теперь пошли работать Ну что, поехали снимать программу Страна провожает чемпионат мира по футболу Саров учится быть нарядным А курильщикам в очередной раз закручивают гайки О чем говорит город Говорим и мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней в эфире «Соседский Wi-Fi» В студии Кирилл Васенин и Лидия Шулаева Подключаемся А я уже В Нижегородской области подвели итоги чемпионата мира Собственно, в Нижегородской области Значит, в Нижнем Новгороде было проведено 6 матчей мундиаля За это время доход, полученный от розничных продаж различной атрибутики чемпионата мира, общественного питания и других платных услуг составил, внимание, почти 9 миллиардов рублей А гостей, посетивших область, по данным нижегородских властей, насчиталось около 350 тысяч, 150 тысяч, из которых иностранцы На самом деле, один из главных плюсов этого чемпионата, на мой субъективный взгляд, это то, что иностранцы открыли для себя Россию Потому что их же там запугивают, что мы тут звери, что мы их тут все ненавидим Вот эта история со скрипалями в Англии же вообще На уровне правительства британцам, англичанам запретили ехать в Россию Мол, там вас русские побьют, покалечат, живыми вы не вернетесь Уважаемые англичане, приезжайте к нам, но не к нам в самом смысле Мы хорошие, мы добрые Приезжайте к нам, у нас здорово, у нас чемпионат мира иногда проводят У меня есть знакомая, которая путешествует по миру и знакомится с разными людьми и слушает их истории Вот у нее есть знакомый английский болельщик И вот он ей рассказал, что нас стращали, нам пытались запретить ехать И на самом деле, очень многие англичане, они в Россию просто не приехали в силу действующих запретов Он приехал, и он сказал, после того, как он вернулся к себе в страну, он ей написал Аня, это были лучшие две недели в моей жизни Такой прекрасной страны, как Россия, я вообще не встречала А мальчик тоже много путешествует Это настолько открыто До этого он никогда не был в России Он не был в России, они закормлены антироссийской пропагандой И он думал, они ехали сюда и крестились просто на каждом перекрестке Чтобы, не дай бог, с ними ничего не случилось Они вернулись довольные, счастливые, влюбленные в страну Влюбленные в наш народ И это очень круто Столько иностранцев здесь побывало, они увидели, что мы клевые Тоже из Англии приехал болельщик Ну, ему не повезло, ну, грубо говоря, изначально не повезло Когда он ехал сюда, в Россию Во-первых, он ехал на матч Англии-Панама, по-моему, да? Где Англия разгромила просто в пух и прах эту сбору своих соперников Он приехал в Россию, прилетел И тут понял, что билет на этот матч он оставил дома Ой Он не попал, значит, на этот матч После чего он, естественно, продолжил дальше ездить за своей сборной по стране И пропал Я не удивлюсь, что где-нибудь он просто, как и свой билет Он забыл свой паспорт, свои документы А может быть, он просто встретил женщину своей мечты Ну, вот на этом сайте, на котором я увидел эту новость Там прям призывают ребят Если вы видели этого чувака где-нибудь там в Москве Дайте знать, его там ищут посольство уже И родственники, он там с ними не созванивается И его ищет милиция, наша народная полиция Ну, дайте человеку скрыться, сбежать Может, он убежал от своей английской серости В нашу русскую цветную действительность А еще одна... Цветная действительность? А что нет? Расцвеченная яркими красками жизнь в нашей прекрасной стране Кирю Еще интересная история с иностранцами Была в Казани, когда там был матч Аргентины и Франции Да И было очень много аргентинцев Прямо всю Казань атаковали вот эти товарищи в бело-голубых майках И мы с супругом были в пельменной Как раз, которая находится напротив Да, напротив отеля, где остановился их бог аргентинский Леонель Месси И они двое суток ждали этого Месси И, естественно, они зачастили в эту пельменную Хозяин пельменной подготовился У него там меню на английском языке Но, как ты понимаешь, это же пельменная Там в ассортименте квас, пельмени и окрошка Борс Вообще не было Окрошка и пельмени Окрошка Пельмени Бедные иностранцы Они втыкают, значит, в это меню на английском языке И они не могут понять Вот как объяснить иностранцам, что такое окрошка, Кирилл? Кстати, это отличный вариант, чтобы спросить у Лены Чтобы Лена спросила на улице Да, Лен, пожалуйста, узнай, как объяснить иностранцам, что же такое окрошка Окрошка Сеньора, ке паза окрошка? Колбасу, картошку И наворачивайте Окрошка Есть суп Пец Картофель Лук Укроп Окей Окрошка Это квас Ке паза квас? Квас Это буль-буль-буль Жидкость Ке паза квас? Безалкогольный квас Я не понимаю Квас Ке паза квас? Это бир Почти бир Почти Алкоголь фри О, пиво И салат Очень вкусно Пробовать надо Белиссимо Грация Я скажу Я тебе пока Они не смотрят Никто Я не лью квас В окрошку Я ем Майонезный салат И запиваю квасом Ну это совсем По-другому Называется Я часто Никогда Не смешиваю Стакан с квасом Майонезный окрошка Может быть Поэтому Ты такой Пухленький Самая Толерантная Команда На дворе Какой год У нас Кирилл? 2018 2018 И наконец-то Наша Славная Городская Администрация Подумала А не пора ли нам Начать Украшать Город Меру своих сил Как-то украшает Но Дальше цитирую Наверное Этого недостаточно Решили в администрации Наверное Недостаточно В корректировку бюджета Уже заложили Деньги На текущий год 4 миллиона Рублей На праздничное Убранство города А ну Все же В рамках закона По 44 ФЗ Кто-то должен выиграть На убранство Да-да-да 4 миллиона Почему ты не спрашиваешь меня Много это или мало? 4 миллиона? Ну Наверное На весь город Если До конца года Этого заложили Да Наверное Не очень много Все-таки Одна световая панель Которая вешается на столбы Она стоит порядка 150 тысяч рублей 4 миллиона Это ни о чем вообще Но Там мысль такая Что мы постепенно Будем закупать Вот это вот Праздничное убранство И со временем Город Обретет свое Праздничное лицо Есть еще Кстати Вариант Привлечь предпринимателей Почему нет? Ну Их же надо заинтересовать Их же надо заинтересовать Ну Я думаю Что если бы Висели красивые Цветовые растяжки С названиями фирм Ну Ничего страшного Зато красиво Если бы это все было В едином стиле сделано В едином стиле Да Сейчас именно речь идет О том Чтобы разработать Единую концепцию Они говорят О подсветке зданий Эта подсветка Будет меняться Красно-бело-желто-голубая Подсветка деревьев Знаешь Меня что Немножко Смущает Во всей этой истории Ну Ведь у нас Не бедный город Кирилл По соседству с нами Намного Более бедные города У которых меньше бюджет Выезжаешь в праздники В этот же Арзамас В Дивеево Ну там украшено Там красиво Там все светится Видимо там людям хочется Чтобы у людей Которые живут в этом городе Был праздник В душе А мне кажется Что Саров Это город Который создан Для работы А вот отдыхать здесь Не умеют Трудиться Трудиться И еще раз Ну сколько у тебя времени Уходит на отдых Давай вот так По-честному Сколько ты отдыхаешь Я что Отдыхаешь 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 Ну вот Ну грубо говоря Дни в неделю Ты не работаешь В смысле? Вот ты понимаешь Я то же самое Сколько дней в неделю У тебя выходной Ну что делать Пока молодой Надо и поработать Отдыхать будем потом Я в 65 Я в 63 А я в 65 Ну много еще Может измениться Может быть и в 70 Может и в 80 Как-то незаметно Подошел к концу Чемпионат мира И это немного грустно Целый месяц Мы жили и дышали Только футболом Мы скупали в аптеках В ледов Бросали все дела И болели Одним из самых зрелищных Самых эмоциональных Видов спорта Болезненные провалы Фаворитов И неожиданные победы Явных аутсайдеров На этом мундиале Творилось нечто Невообразимое И невероятное Наша сборная Впервые за 32 года Добралась до 1 четвертой И показала всему миру Что Россия Совершенно точно Умеет играть в футбол 15 июля В финальной встрече На стадионе Лужники Сошлись сборные Франции И Хорватии В этот раз Обошлось без дополнительного времени И серии пенальти Со счетом 4-2 Победили гальские петухи И хотя церемония награждения Прошла под проливным дождем Это ничуть не испортило Завершение праздника Золотой мяч Заслуженно получил Лучший игрок чемпионата Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич Золотая бутса Досталась форварду Сборной Англии Харри Кейну А золотая перчатка Была вручена лучшему Вратарю турнира Бельгийцу Тибо Куртуа Нападающий Французской сборной Киллиан Баппе Признан лучшим молодым игроком На чемпионате мира Побывали многие Мировые звезды Мик Джаги Риана Науми Кэмпбел Александра Вечкин Уилл Смит Кит Харрингтон И многие другие Засветился и скандально Известный ирландский боец Смешанных боевых искусств Конор Макгрегор Его фотография С Владимиром Путиным Продолжают бить все рекорды По популярности в Инстаграм Иностранные болельщики Запуганные западными СМИ Были поражены Настоящим русским гостеприимством Их видео и фотографии В социальных сетях Перевернули отношения Всего мира К нашему народу СМИ пестрели новостями О том, как россияне Приютили, накормили Помогли добраться На место назначения Всем, кто не зная Языка потерялся На наших бескрайних просторах Теперь все, кто влюбился В Россию И имеет на руках Паспорт болельщика До конца текущего года Получит многократный Безвизовый въезд В нашу страну Такое решение Принял президент Владимир Путин А к нашему Соседскому вай-фай Подключился наш гость Владимир Александрович Виллер Лучший в Сарове Психотерапевт Лучший, потому что Единственный Я не стала продолжать Это право Здравствуйте, Владимир Здравствуйте Вводите наш чудесный Пароль сегодняшний Пароль такой Будьте здоровы Будьте Здоровы Отлично Отлично Ну будем уж и сейчас Он присоединится Хотим обсудить с вами Тему запретов Вообще Насколько они действенны Вот в вашей практике Не будем брать статистику Не будем брать Какие-то сухие цифры А просто из вашего опыта Действует ли запрет Да, в очередной раз Наша Государственная Дума Решила ужесточить Правила для курильщиков Теперь хотят им Зарветить курить Даже у подъездов Вот уже Чему на самом деле Я очень сильно рад Вот честно Я тоже как человек не курящий Ничем меньше вокруг курящих Тем лучше Для курильщиков Наверное не очень Они везде говорят о том Что их права ущемляют И мы так негде курить А тут еще и у подъездах негде А тут еще скоро меньшинство Да, да, да И вот на самом деле Запреты Насколько они действенны Когда в Америке Действительно началась Такая абсолютно эффективная Приваскурение Когда не курящие Стали бороться за свои права Ну, ущемляю права курящих Это то же самое Что происходит сейчас Только В течение 50 лет в России Не совсем Не совсем Или там люди сами Там люди Там Инициатива снизу была Там была инициатива Снизу Но она всегда идет Инициатива снизу Потому что Большая часть органов В США это выбранная И они соответственно Всегда реагируют На то, что снизу Сейчас я рискую Убереться в тему Которая будет острая И нелицеприятная Хорошо сказали сейчас Да Что касается Думы То можно ли Вот утверждать Что Дума Она вот так вот Прямо связана С народом Ну, может как-то и связана Конечно Но как-то непрямо Поэтому Когда Дума Предлагает очередной запрет Я Не могу сказать Что это точно хорошо Или точно плохо Потому что он Оторван От реальности немножко Да, он отражает то Что курение Это проблема Без вопросов Запрет курить В общественных местах Это действительно Насущная необходимость Но при этом Действительно Надо понимать Что есть Некоторые отличия Если скажем Брать те же Соединенные Штаты Где основной вид транспорта Междугородний Редко Когда авто Больше самолет Ты сел Через час Ты из него Там самое позднее Вышел И Проблемнее Проблемнее Запрет курения В железнодорожном транспорте Человек едет Два, три, четыре дня Едут курящие Едут не курящие Понятно Что два-три дня Ехать в табачном дыму Некурящему человеку Не хочется Ну, грубо говоря Но с другой стороны И курящему ехать И держаться Эти два, там, три дня Три дня Практически невозможно Если он не бросает В этот момент курить Потому что Тяга На синдром Сиенса Будет в данном случае Абсолютно объективна Ну Давайте учитывать Эти вещи Если можем Иметь дискуссию Что бы, наверное Было бы разумно Я под вопросом Сейчас Я не государственный деятель Скажем Есть вагоны Для курящих Есть вагоны Для не курящих Сделайте вагоны Для курящих дороже Поставьте там Чистители воздуха Как существуют В аэропорту Для стакана Для тех Кому надо Срочно Тоже, кстати Очень унизительное явление Я мимо них Прокажу Они метр на метр Там Десять человек стоят Оно унизительно Но с другой стороны Если мне так уж Приспичило Ну Пошел и унизился То есть у меня есть вывод Раз сегодня так часто Звучит слово Унизительное По отношению к курящим Унизительное пацаны Нет На самом деле Это так Потому что Зависимость А курение Это не привычка Это не Дурное Какое-то поведение Это зависимость Любая зависимость Она унизительная Такие у нас Эмоции Связаны Скажем С алкоголем У человека Пьющего Кстати Мы здесь говорили Об унизительности Чувство вины Правильно? По утру Наверное По утру По утру Но оно не по утру Оно в тот момент Когда Это подависимость Да Это тяга появляется И чувство одиночества Алкоголь Это та самая халява Извините За грубое слово Которая позволяет мне Быстро Из плохого состояния Перейти в хорошее Вот Просто так Ведь обычно Мы с вами Взрослые люди Ну да С самого детства Мы разучиваем Различные способы Как улучшить Своё состояние Кто-то Спорт Кто-то Покушать Кто-то Музыку послушать Кто-то Семечки полосать Кому-то рыбалка Кому-то Крестиком Я что-то Я что-то Делаю Получаю Поэтому Поэтому Ты не на месте Гости Давайте Тогда подумайте Немножко На секундочку Вот Я перечислил Несколько Способов Которые мы Мы можем улучшить Настроение Из наших Обычных Не химических Какой у вас Любимый способ Книжка Книжка В общем Книжка И побегать Побегать Замечательно У вас Плохое настроение Вы идёте Дом В смысле Сейчас я Вот запрусь В спальне Что-то ещё сладкое И погружусь В свой мир Возьму свою книжку Любимую Приду И вот Лягу Вы приходите Домой Ну я не знаю Вашу книжку Кот использовал Не по назначению И вместо того Чтобы залечь Вам нужно А. Начать прибирать Всё что он использовал Не по назначению Б. Эта книжка Уже для вас Недоступна Вы решили побегать Дождик Дождик пошёл Не просто дождик А химический выброс Какой-нибудь Соседнего комбината А в Сарой Всях и бывает Я при этом почувствую Ярость Я начну брать на кошку То есть ярость Прямо стиховать Ненависть Ненависть Раздражение Раздражение У меня ничего не получается Беспомощность Возможно одиночество И вот тут Дело уступает алкоголь Сейчас Секундочку Секундочку Не гони лошадей Не бегите Теперь Готовы ли вы Для того чтобы Скажем Почитать эту книгу Всё-таки Ну предположим Выйти из дома Зайти в ближайший Книжный магазин Купить другую Такую книгу Всё испорченное Котом Просто выкинуть На балкон Мешая запахом Тем кто на этом балконе Скажем Бельё развешивать И улечься с книжкой Ну в принципе Готовы? В принципе да Потому что С книгами У меня зависимость Если я не узнаю Чем там кончится Меня ломает Я пойду И куплю И в дождь и в снег Вы готовы купить себе Скажем Какой-то костюм Который позволит вам Бегать в дождь И не мучиться От того Что по вам Хлещут ливни Он дорогой Он дорогой Но зато купил И всё И потом бегает В любую погоду Ну возможно да Но не в этот же прям день Но я задумаюсь об этом Задумаюсь об этом Теперь давайте посмотрим Что речь идёт о человеке Который хочет что-то получить Если он этого не получает Он испытывает ярость Одиночество Беспомощность Раздражительность Начинает на всех орать И портиться Со всеми отношениями Для того чтобы это получить Он готов пожертвовать Деньгами Отношениями С близкими Опять же финансами Временем О ком идёт речь? О зависимом человеке В каждом из нас Есть радикал зависимости Не бывает Мы независимые И они Фу Зависимые Есть все мы Среди нас Некоторым Эту зависимость Уже проявили А некоторые Пока ещё Как-то держатся Это как в том анекдоте Нет здоровых людей Есть недообследованные Недообследованные Точно Совершенно нет Вот И поэтому Важно понимать Что когда мы говорим О курящих И не курящих Да конечно Мы там скажем Как не курящие Срочно причисляем К одному классу А они курящие Все там конечно Негодяи Пусть мучаются С одной стороны Почему меня Так вот Как человека не курящего Должны сильно волновать Их мучения Действительно Почему? Ну на самом деле Не очень должны Но с другой стороны Они что Курить пить стали? Вот в поезде В котором курить нельзя Да курят все Да конечно курят Где курят? Между В туалете На перегоне Попробуйте В туалет попасть Есть 52 человека Скажем В пласткартном вагоне И из них Хотя бы Человек 15 Курящих То есть запреты Не работают Потому что Я не могу сказать Что они не работают Запреты Мы же можем Мы можем говорить о том Что запрет Будет работать На будущее поколение То есть на тех Кто уже сейчас курит Нет Просто запрет Он должен Отражать ситуацию Конкретную ситуацию Вот не вообще А очень конкретную ситуацию Потому что запреты Ну какие-то Для нас работают Для кого-то Они не работают Разница между Скажем Воином И мирным человеком Да Для мирного человека Не принадлежащего Никаким Бандитским сословиям Для него запрет На убийство Он очень мощный Живущий внутри Ну да Для воина Этот запрет Он должен его перешагнуть Потому что иначе Он не сможет быть воином Угу Ну вот в психиатрии Из вашей практики Наверняка Есть люди Которые приходят И им нужно что-то запрещать Или вы не запрещаете Вот вы говорите Вот в твоей ситуации Не нужно делать это 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 И ты пойдешь на поправочку Это не запрет Это рекомендация Рекомендация Запрет Когда я что-то запрещаю Так что вы не могли Этого сделать Или вам бы Очень сильно Этого не хотелось Например Когда Опять же Садишься В наш самолет Да То стюардесса Или там Капитан корабля Тебе объявляют Что на борту Курить запрещено Сейчас-то Изменилась фраза Эта фраза была Еще года полтора-два назад Когда ты садишься На борту Американского Самолета Международного Который вот летит Вот эти 12 часов Из Москвы В Нью-Йорк То По радио Объявляют Что курение А также попытка Воздействия на дымоулавливающую Аппаратуру Ну Одеть на него что-нибудь Чтобы дым не проходил Это нарушение Федерального законодательства Штраф составляет Сейчас не помню 2,5-3,5 тысячи долларов Много денег Много денег Много денег И сразу думаешь А не потерпеть ли мне? Да Курить мне за 3,5 тысячи долларов Рискуя стать Персоной Нонграта В данной Или Ну Как бы Бог с ним Запрет должен быть Правильно сформулирован Еще мне кажется Что к запрету Надо добавить Какую-то альтернативу Запрет может быть У нас с вами внешний Когда мне сказали Я тебе запрещаю И я решаю Мне этот запрет Выполнить или не выполнить Второй запрет Может быть внутренним Когда я Типа про убийство Про убийство Или например Вот я себе Никогда не позволяю Садиться За руль Даже если мне Переставить машину Во дворе Состояние алкогольного пения Вот это тот запрет Который нет смысла нарушать Но есть запреты Которые я скажем Могу дорушить Я себе запрещаю Но могу нарушить Я решаю Стоит ли я его нарушить Или не стоит Я запрещаю себе Каждый вечер есть углеводы Но каждое утро я нарушаю Этот запрет Это нет Я даже не готов Это обсуждать Нет Вот например Да Я в общем Как бы стремлюсь Соблюдать правила дорожного движения Ну Пару раз Были ситуации Когда мне Действительно Нужно было добраться Быстро Я позволял себе Превышение скорости Вы не поверите Для меня Это нонсенс Я обычно Не нарушаю правила Если могу не нарушить Я их не нарушаю При этом Я для себя В тот момент Решал Что если Для меня сейчас Нарушить Вот это правило Важнее Чем Соблюдать эти правила Я готов к тому Что сейчас Меня остановят Я взвесил последствия Оценил И готов Готов к последствию Я с этим столкнулся Совершенно Спокойно Быстро Инспектор Все заполнил И я полетел Это как с курящими В самолете Да бог с ними С этими Тремя тысячами Долларов Если у меня Чемодан Денег Я могу себе Оценивая последствия И принимать результат Для меня важнее Да для меня это важнее Это мой выбор Поэтому запрет Это всегда такая вещь Которая Она частичная У нас есть Сейчас закон О запрете Появления В общественных местах Состояния алкогольного опьянения Это что Нужный нам закон Это закон манипуляции Любой человек Который вышел Из ресторана Вышел из гостей Он уже нарушает закон Да Он сразу его нарушает Даже если ему пройти Два метра до такси Он идет по Это просто дополнительные поводы Скажем так Это повод Чтобы можно было Любого человека Выполнить план Ну здорово Слушайте У нас по традиции В России строгость законов Компенсируется Необязательность их исполнить Конечно Возвращаясь к запретам Запрет Он нам нужен в помощь Или он нужен в наказание Если в наказание То мне он не нужен Если в помощь Да Посмотрим Или какая будет там Формулировка Самое главное Что я поняла Из сегодняшней беседы Ничто не должно Доводиться до абсурда Да Но А теперь Но Мы предложим вам Да Все-таки дойти до абсурда Да Давайте попробуем Возвести некоторые Моменты В вашей жизни В абсолют Что мы будем делать Что мы будем делать Я буду вам зачитывать вопрос В котором Какая-то есть Превосходная форма Чего-либо Превосходная форма Вам надо Ну рассказать о себе Немножко подробнее Потому что кто-то вас знает Кто-то вас не знает Пожалуйста Пожалуйста Давайте попробуем Давай так Самый частый диагноз В вашей практике Одним словом Расстройство адаптации Самый большой ваш недостаток Мой? Да Господи У них почти нет Идеальный человек Итак Самый большой недостаток Ну наверное Некоторая чрезмерная ленность Кто самый настырный пациент Ну если социальную группу брать Кто самый настырный пациент Самый настырный пациент Тот который считает Что он здоров Самый частый совет Который вы даете на работе Вообще не даю совет Самый любимый телеканал Хотите скажу Только 16 Давайте Спасибо Я знал Самое частое слово Паразит в вашем лексиконе Может быть Такое сочетание Давайте так Любимый президент в истории Не обязательно нашей страны И не обязательно Путин Да Нет Хотя он нас конечно смотрит А последним я вообще не говорю ничего Итак Самый любимый Самый любимый президент в истории В истории Я думаю что наверное На Авраам Линкольн Ну и на прощание Наше традиционное Фото на память Кирилл Давай Постараюсь Ну а на этом действие Нашего соседского вай-фая Подходит к концу Прощаемся с вами Всего лишь на неделю Через 7 дней Мы снова встретимся В этой студии И обсудим самые интересные На наш взгляд События предстоящих дней Всего доброго Всем пока Спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова